Привет, меня зовут Софья, вы на моем канале, который посвящен вебу, UI, UX дизайну. В этом видео я хочу рассказать вам про moodboard. Это один из этапов разработки проекта. На мой взгляд, это один из самых важных этапов, потому что он позволяет минимизировать количество правок. Иногда мы утверждаем moodboard с клиентом, иногда утверждаем сразу дизайн концепции. Это зависит от конкретного проекта и от желания заказчика. В этом видео я покажу вам, из чего состоит moodboard, как его сделать, зачем он нужен и реальные примеры. Ну а спонсор этого видео – моя школа дизайна FeelSchool. У нас вы можете обучиться профессии веб и UI, UX дизайнер. Например, наш курс дизайна вельденье, который обучает профессии веб-дизайнер, вы можете приобрести в любое время. Старт начнется сразу после вашей оплаты. Приобрести его вы можете на сайте d.fillschool.ru, там же почитать о нем подробнее. Курс UX UI дизайн стартует потоками. На сайте uxui.fillschool.ru вы можете узнать о нем подробнее. Ну а теперь к теме этого видео. Что же такое moodboard? Мoodboard с английского. Доска настроения. По факту это такой сборник различных элементов, картинок, референсов. Это может быть вообще все, что угодно, если честно. То есть это такой собранный файлик, который передает настроение сайта в нашем случае. Мoodboard показывает, каким будет сайт – серьезным или более игривым. Может быть, каким-то дорогим или наоборот нацелен на обычную целевую аудиторию. Ну, грубо говоря, желтым или красным, синим или зеленым. То есть с помощью moodboard мы понимаем, какая будет атмосфера, какой будет стиль. Предполагаем там какую-то цветовую гамму. Ну, как минимум, хотя бы там, я не знаю, теплая, холодная. Именно этот этап помогает нам бороться и с белым листом. Потому что, ну, у нас уже есть какие-то наработки и есть представления. И количество правок. Если мы утверждаем moodboard с клиентом, то мы хотя бы уже понимаем, ему нравится наша дизайн-концепция, направление, в котором мы движемся или нет. Если мы пропускаем этот этап, то по факту мы заказчикам утверждаем сразу дизайн. И, возможно, ему он не понравится, и вам придется переделывать целый дизайн, а не еще раз просто посерфить и найти какие-то более подходящие референсы. Для создания moodboard нам понадобится несколько вещей. Первое – это фигма. Именно в ней я советую вам делать moodboard, потому что удобно, когда ваш moodboard находится там же, где вы разрабатываете сайт. Второе – это источники вдохновения. Behance, Dribble, Awards. Короче, весь этот списочек будет лежать в описании к этому видео. Следующее – это, ну, естественно, вы как дизайнер. И еще одно, четвертое – это анализ целевой аудитории и пожеланий вашего заказчика. То есть ваш клиент должен был быть пробрифован, есть такое слово, не знаю, перед тем, как вы делаете moodboard. То есть moodboard мы делаем на основе чего-то. Мы не берем из головы, что сайт будет красным. Он должен быть красным почему-то. Сейчас вы видите такой шаблон, который мы предоставляем нашим ученикам на курсе. Он состоит из такой шапки, в которой такая важная, описательная и не только информация. То есть здесь мы рассказываем, какая будет атмосфера, какие ассоциации эмоций должен передавать продукт, что там у нас по композиции. Если вы этого не знаете, ничего страшного. Если знаете прекрасно, вы это здесь можете описать. Какие-то наши предположения по шрифтам. То есть, может быть, вы уже знаете, что точно этот шрифт будете использовать. Либо вы можете написать сюда 5-6 шрифтов, чтобы когда вы уже перешли к дизайну, вы уже могли из чего-то это взять. И цветовая гамма. Опять же, мы ее прикидываем. Это не говорит о том, что именно те оттенки, которые вы выбрали, они будут итоговыми. Ну вот в данном случае, что мы видим? Что у нас монохромная цветовая гамма с одним акцентом. В данном случае это желтый. Но, возможно, в итоговом проекте желтый заменится на оранжевый, ну или красный. Или просто желтый станет другого оттенка. Это тоже вполне нормально. И основа нашего шаблона это блоки. То есть, мы в мудборде показываем референсы по каждому из блоков. В данном случае это лендинг. И, соответственно, у нас есть главный экран об авторе. То есть, мы предполагаем, какие блоки будут на нашем сайте. И мы по каждому из них ищем референсы. Просто обычно так получается, что в нашем мудборде только главные экраны. А про все остальные блоки мы вообще забываем. Блок контакта просто обычно делается. Уже бедный, вымученный там, из ничего. Потому что никаких референсов, естественно, на этот блок не было собрано. Поэтому мы рекомендуем собирать от трех референсов на каждый блок, который мы точно знаем, что будет на сайте. И всплывающие окна. Это тоже важно, потому что про них тоже частенько дизайнеры забывают. Соответственно, вот эти картинки, которые вы видите, это называется референсы. Референсы – это произведения других дизайнеров, на которые мы будем опираться, которыми мы вдохновляемся, которые тоже передают ту же атмосферу, или ту же композицию, или еще что-либо, что нам тоже нужно. Мы будем это так использовать. Обратите внимание, что здесь есть вот такие вот приписочки. Это сделано в данном случае для того, чтобы куратор понял, что нравится ученику. Вы это можете также делать для себя, потому что вы не знаете, сколько времени пройдет от мудборда до дизайна. Может, вы уже забудете, что вы там хотели. Или если вы утверждаете это с клиентом, то, естественно, вам это поможет, когда вы будете делать презентацию, потому что вы это все на себе написали, и вы знаете, что вы имели в виду, зачем вы это вообще сюда положили. Потому что на самом деле вы можете, я, например, посмотрю ваш референс, вы скажете, вот это вот мой референс, я скажу, а тут все плохо, а мне нравится тут только вот это, например, только выделение, вот как тут, например. Мне нравится, что только здесь вот красным выделена строчка. Все остальное мне не подходит. Вот я только для этого его взял. И это имеет место быть. Ну, то есть вы увидели это, в вашей голове появилась идея, чтобы ее не забыть, вы вот, пожалуйста, на мудборд ее разместили. И, ну, соответственно, здесь еще несколько вариантов. Тот мудборд, на мой взгляд, был самым наполненным. Эти уже немножко пустоваты. Но смотрите, как еще может происходить работа с мудбордом. То есть это же не обязательно только референсы, то есть только дизайны другие. Причем дизайны чаще всего в референсах у нас находятся сайты. То есть мы делаем сайты, и у нас в референсах сайты. Но это не обязательно так. У вас в референсах могут быть постеры, это могут быть даже посты для социальных сетей. То есть любое диджитал произведение искусства. Произведение искусства, да. Я загнула. В общем, иногда мудборд может выглядеть даже вот так. То есть это такая вот здесь в данном случае отдельная монтажка, которая называется вдохновение. И здесь у нас такие картинки, которые передают атмосферу, которую мы должны передать с помощью сайта. И вот здесь с Пинтереста были взяты какие-то палитры, которые приглянулись. Так тоже можно делать. И давайте я уже покажу, как выглядит реально мудборд. В данном случае это наш проект для компании Геомаш. Мы этот мудборд утверждали заказчикам, но вы сейчас поймете, что это такой недо-мудборд. Ну, то есть он скорее для какой-то презентации заказчика нашего общего, нашего видения, нашего видения, концепции. Это я бы, наверное, даже не назвала мудбордом. Так вот, мы показываем цветовую гамму. При этом вот я описываю это все, потому что кроме того, что я отправляю клиенту видео-презентацию мудборда, я ему отправляю просто мудборд. И чтобы он мог не только просмотрев видео понять, что я имею в виду, но и при этом сразу на мудборде увидел, что там у меня, какая у меня идея в голове. Вот, предлагаю два шрифта на выбор, объясняю это, что там мне нравится вот это, но вот это тоже хорошо, почему, как. И вот, соответственно, показываю. И тут по основному шрифту я никаких вариантов не предлагаю, просто показываю, как он будет выглядеть. Дальше здесь именно варианты, как мы предлагаем, какие у нас есть идеи по реализации, соответственно, их главной страницы. Но это именно только слайдер на главной странице. Вот, например, там оформление больших массивов текста, потому что в итоге, если посмотреть на, ну, то есть, как вы видите, в этом сайте очень много больших описательных конструкций, соответственно, мы вот такое выносим в мутборд. То есть, заранее знаю прототип в целом, но можно очень какие-то специализированные, ну, то есть, достаточно уникальные блоки придумать, которые вам нужно делать. Ну и опять же, вот, мы прописываем, что, как это будет. Это то, что я утверждала с клиентом. Это то, что мы уже потом собирали для себя, то есть, со ссылочками на всякие проекты, то есть, это просто разбросано вот здесь. Это то, что мы уже не утверждали, это то, что мы сложили себе и для себя. Клиенту это не показывалось. Это вот такой вариант мутборда. То есть, один есть вычищенный, один, который мы для себя собрали вместе со ссылками и кинули рядышком. И еще есть вот такой вариант мутборда. Здесь я бы его назвала, наверное, мутборд для дизайн-концепции. Это не мутборд для всего дизайна. Он похож на тот, который мы предлагаем своим ученикам. То есть, здесь тоже я прописываю ассоциации, цветовую гамму. И вот смотрите, по вариантам шрифтов, соответственно, сразу я предоставила, ну, короче, это я делала мутборд для дизайнера, который потом дизайнил этот сайт. То есть, я сразу предлагаю вот несколько вариантов сочетаний шрифтов, чтобы там в итоге этот дизайнер понял, кого там больше подходит. И вот четыре концепции. И при этом я вот каждую, соответственно, описываю. То есть, я взяла, на мой взгляд, похожие по стилистике работы и вот показываю, что вот есть четыре концепта. Там так получилось, что в итоге там надо было по этим четырем концептам сделать четыре концепции. Я не знаю, их, наверное, здесь нет, к сожалению. А, нет, вот. Ну, то есть, по этому мутборду сделали с концепцией, а потом какая-то одна выбралась и уже был разработан дизайн. Таким образом вы тоже можете работать. То есть, утверждать вот такие мутборды на дизайн-концепции с вашими заказчиками. Если вы поройтесь в интернете, вы найдете еще огромное количество всеразличных мутбордов. Кто-то вообще их не объединяет, вот как я в какие-то файлы в фигме, просто собирает доску на бехансе или доску на пинтересте. Мне это не нравится, потому что мне неудобно. Я когда разрабатываю проект, мне комфортно, что я просто чук налево перенесла, у меня вот тут слева лежит мутборд. Мне не надо идти на пинтерест, что-то там искать, плюс никакие пометки там. Ну, в общем, мне удобнее, когда это находится в фигме. Что я вот всегда точно размещаю в мутборде? Это шрифты или шрифтовые пары или хотя бы какое-то общее понимание, я не знаю, с засечками или без засечек. То есть, ну, хоть что-то. Цвета. То же самое. Хотя бы темный, светлый, холодный, теплый. Желательно уже там, что у меня будет сочетание розового и зеленого. И хотя бы вот уже, чтобы это было. В идеале, когда это вот, наверное, вы видели, на пинтересте есть очень много уже собранных палитр. Можно, например, вот это разместить. Там пять вот таких, как примеры. Это уже вам пригодится, когда вы сядете за, ну, уже там, за дизайн концепции. У вас уже они будут. Пять вы пипеточкой просто оттуда возьмете и все. Далее я описываю общую концепцию. И либо это отдельный еще блок, где, соответственно, я пишу общую концепцию, как-то ее описываю и собираю референсы только по... Ну, то есть, стилистически очень похожие. Вот здесь это важно, чтобы, опять же, клиент понял, как по стилистике это будет выглядеть. И далее это уже референсы на каждый блок. То есть, если это мутборд, который я, ну, действительно буду использовать, и я в проекте, это не мой личный проект, и у меня нет видения стопудового, как это будет выглядеть, то это референсы на каждый блок. И напоследок я хочу рассказать вам о плюсах, потому что многие думают, что это ненужный какой-то этап, что его можно пропустить, сразу пойти делать дизайн. Но, на мой взгляд, есть четыре плюса у мутборда. Первый – вы сохраняете свои задумки. Потому что даже, может, вы замечали, вот когда где-нибудь там что-нибудь лайкнул, положил в какую-то свою коллекцию, ты потом эту работу открываешь и думаешь, а я ее что вообще положил? У меня так каждый раз. Или когда я еще и лайкнуть забыла, и потом вспоминаю 20 тысяч лет, где я эту работу видела. В общем, когда это все где-то у вас складировано, вот как я вам привела пример, что я хочу тут только выделить красную строку, как вот здесь, на вот этом примере. Все, прекрасно, вы идею зафиксировали, она у вас есть, вы про нее не забудете. Потому что, я повторюсь, вы не знаете, сколько времени пройдет от мутборда до уже дизайн-концепции. Может пройти очень много времени, и вы просто-напросто забудете. Поэтому все идеи мы фиксируем. И классно, что они у нас, соответственно, будут где-то сохранены. На мой взгляд, гораздо проще найти какой-то контакт и выйти на диалог с заказчиком, когда есть мутборд. То есть мы не просто объясняем, у вас будет вот сайт синий, такой, знаете, вот как сейчас очень модно, вот так. И мы не можем на словах очень многое объяснить. Поэтому гораздо проще, когда у нас есть картинки, мы ему показываем вот так, вот так, вот так. У заказчика не будет вопросов. Поэтому, когда у нас есть что-то, что мы можем сразу показать, это, естественно, лучше. А третий плюс, на мой взгляд, это меньше правок. Потому что, когда вы утвердили стилистику, правки уже хотя бы не относятся к стилистике этого дизайна. То есть где-то там чуть оттеночки поменяли, может быть, расположение, там где-то шрифты чуть подправили, но это не полностью, типа, мне не нравится вообще. Ну, то есть вот эти все такие, знаете, штампованные, типа, клиентские ответы, если мы делали мутборд, их практически не бывает, потому что клиент уже видел, как это было реализовано на других проектах, понимает, что, наверное, у меня будет примерно то же самое, мне это нравится, ну, вряд ли он увидит то же самое у себя и скажет, ну, не то же самое, ну, вы поняли, ну, то есть примерно то же самое у себя, и скажет, мне не нравится. Хотя пять минут назад он утвердил мутборд. И четвертый плюс – это, опять же, вот этот страх белого листа и то, что у вас формируется уже какое-то видение финальное, вообще, наверное, даже не финальное, просто формируется видение проекта. То есть пока вы все эти референсы собираете, вы уже понимаете, что тут я, наверное, сделаю вот так, и тут вот так. Потому что если меня сейчас просто посадить за фигму и сказать, делай сайт для дивана. Я такая, что, как? Ну, я не смогу сейчас без мутборда просто вот взять и из головы начать что-либо придумывать. И вот, кстати, еще, наверное, пятый плюс – ошибка всех новичков в том, что они думают, что дизайнеры все берут из головы, что мы каждый раз выдаем вот отсюда какие-то дизайн-решения. На самом деле это вообще не так. Ну, это связано с UX, но еще это связано с тем, что, ну, у нас, конечно, есть какая-то база дизайна элементов, но она не… Это не картотека. У нас нет чертогов разума, как у Шерлока Холмса. У нас есть только Behance, Dribble и Pinterest. И оттуда мы, соответственно, черпаем, потому что многое мы забываем. Так что таким образом, создавая мутборды, вы постоянно, во-первых, пополняете вот свою копилку каких-то визуальных образов, естественно, тренируете на смотре, ну и плюс, если вы что-то забыли или если вы что-то увидели первый раз. Короче, это позволяет не выдумывать из башки, потому что очень часто из головы мы выдумываем достаточно примитивные, неинтересные решения. Что бы такого ни было, нам очень сильно помогает мутборд. Это все, что я хотела рассказать вам про мутборды. Подписывайтесь на мой канал, если вам интересен WebUI UX Design. Ставьте лайк этому видео, напишите в комментариях спасибо. Это такая традиция на моем канале. Мне будет очень приятно. А мы увидимся с вами в следующих видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok